Отдел литературы на иностранных языках — это более 20 тысяч изданий. Большая часть учебно-методическая, однако есть и редкие, и просто уникальные экземпляры. Книги со звуками природы, издания, красоту которых можно оценить только в 3D-очках, и просто большие энциклопедии, охватывающие максимальный временной промежуток и спектр тем. Все книги, которые у нас в отделе находятся, — это литература на иностранных языках. То есть для тех, кто изучает язык и его преподает. И такие самые важные, приоритетные направления — это у нас методика преподавания языка, изучение языка, художественная литература разных народов мира. Современная библиотека — это не только надежный книжный дом. Время не стоит на месте, и учреждения культуры развиваются. В отделе уже несколько лет функционирует творческая лаборатория «Мейкерспейс». В списке направлений ее деятельности — многочисленные курсы, встречи и семинары, выставки и другие мероприятия. У нас просто всего настолько много, мы стараемся проводить здесь все. А вот эта мысль и задумка творческой лаборатории — это очень широкое понятие, и сюда привлекаются все люди. То есть это и языковые курсы, это и курсы каких-то прикладных таких профессий. Может быть, в дальнейшем придут какие-то специалисты, которые могут на базе нашей библиотеки со своими какими-то творческими идеями делать мастер-классы для других. То есть это пока только начинается, и я думаю, этому будет огромное развитие в будущем. Как и положено, любой уважающий себя лабораторией «Мейкерспейс» обладает внушительным арсеналом современных гаджетов. 3D-ручкой здесь никого не удивишь, а вот работники библиотеки этими самыми ручками вполне успешно удивляют своих посетителей. Сначала мы включаем ручку, здесь загорается красная лампочка, это значит, что ручка еще не нагрелась. Вот загорелась зеленая лампочка, значит, что мы уже можем ей работать. Работает она при помощи вот таких вот стержней. У нас имеются различные цвета. Здесь вот стоит желтый, я возьму такой же. Нажимаем один раз на кнопку, и она будет идти, вот в данном случае, видите, стержень останавливать, тоже один раз нажать. Но он потом быстро застывает. Как пример того, как она рисует. Вот мы берем, конечно, не очень удобно стоим, но все-таки. Вот мы прижимаем крестику, обводим графарит, нажимаем. Оно застывает. Ну, сейчас немножко подождем, пока застынет. И оно снимается. Ну, то есть, если рисовать полную картинку, то сразу лучше нарисовать все на трафарете, а потом полностью снять и скрепить вместе. И, собственно говоря, мейкер-спейс – это и есть креативное пространство для творческих людей. Вот пока это… Надо с чего-то начинать, конечно. И пока мы начинаем с того, что нам дают наши партнеры. Ну, это, конечно, очень хорошее начало. 3D-принтер, 3D-ручки, всевозможные интересные конструкторы, программируемое лего. Вот то, что вы видели. Мэйки-мэйки, Кана-конструктор. Но творческая мастерская не ограничивается только этим. Вообще, цель ее – это прививать людям желание творить. То есть, из потребителей становиться продвинутыми пользователями и людьми творческими. К слову, с гаджетами здесь готовы познакомить всех желающих в субботу, 18 ноября в 11 часов утра в рамках специального открытого мероприятия. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...